Раймонд Альстланд В разговоре Лев Левит, перевозчик с норвежского. Итак, первый вопрос. Насколько актуальна для норвегов вот эта тема семинара «Жилье для молодежи»? Эта тема очень актуальна, потому что молодежи нужно жилье, нужно место, где жить, и им очень трудно войти на рынок жилья, они имеют достаточных средств. А как выстроена вообще работа с молодежью в Норвегии? Работа с молодежью в Норвегии очень актуальна, потому что мы хотим показать молодым людям, что очень важно вступить в организацию, где им помогут объяснять все их трудовые права и помогут защитить их. Давайте расшифруем подробнее, поконкретнее. Что это такое? Что вы делаете, помогаете? Каким образом помогаете молодежи? Мы помогаем молодежи с трудовыми вопросами на месте работы, и также мы пытаемся решить вопросы поиска жилья. Если у молодого человека возникают какие-то сложности или какие-то трудовые споры с работодателем, то он может обратиться к нам, и мы можем грамотно разъяснить ему, как ему оформить свои требования и как ему общаться с работодателем. Что касается жилья, мы пытаемся влиять на органы власти, объяснить им, что необходимо строить больше жилья и создать благоприятные условия для того, чтобы молодежь работала. Кроме того, мы пытаемся оказывать влияние на органы власти, предложить им ввести различные программы для молодежи, которые позволили бы им купить или получить в пользование жилье, пока они молодые и вступают в трудовую жизнь. Получается? Результаты есть? Да, результаты есть. К счастью, в Норвегии правительство, как правило, действует на нашей стороне, и мы смогли добиться того, чтобы правительство строило больше жилья, предназначенного для молодежи, и создавало выгодные финансовые условия с тем, чтобы они смогли купить надлежащее жилье по более низким ценам. Еще одной важной проблемой является жилье для студентов. В колледжах и университетах Норвегии обучается много студентов, и несколько лет назад им не хватало 14 тысяч мест для проживания. 14 тысяч человек оставались без жилья, и над решением этой проблемы тоже ведется работа. Мы, как профсоюзное движение, пытаемся убедить органы власти и органы, отвечающие за строительство жилья для студентов, что необходимо строить больше жилья и избавить студентов от необходимости выходить на рынок частного арендного жилья и искать его там, платя очень большие неподъемные для них деньги. Ну, вот скажите, это для тех, кто только состоит в профсоюзах, да? Что касается помощи в трудовых спорах, то мы помогаем только людям, вступившим в наш профсоюз. Что касается жилищной политики, то мы работаем в целом на молодежь, независимо от того, принадлежат ли они к нашей организации или нет. Да, ну это радует. А что вообще заботит профсоюзная организация Норвегии? Вот жилье, еще что? Важным вопросом нашей работы сегодня является взаимодействие с правительством. Примерно год назад в Норвегии было выбрано новое правительство, состоящее из консервативных прав и партий, партий прогресса. И по многим пунктам наши взгляды расходятся. В частности, это вопросы тарифных соглашений, коллективных соглашений, деталей вокруг их применения, а также ряда других вопросов. В частности, правительство пытается изменить некоторые из действующих положений. По действующему порядку человек может работать в день в период не более 9 часов, в течение одних суток. Правительство хочет расширить этот промежуток до 24 часов, чтобы в принципе работникам можно было использовать в каких-то случаях до 24 часов. Кроме того, правительство также пытается снизить число людей, которые находятся на больничном. Таким образом, что сегодня больничный оплачивается в размере 100% на время отсутствия человека на работе. Правительство хочет снизить этот показатель до 80%. Еще одним вопросом является попытка правительства ослабить влияние профсоюзов, в том числе переговорных процессов по оплате труда. Дело в том, что прямо сейчас в Норвегии проходят переговоры между отраслевыми профсоюзами и организациями работодателей разных отраслей по коллективным договорам, отраслевым тарифным соглашениям. И правительство хотело бы снизить нашу значимость, снизить нашу возможность влиять на эти процессы, а также правительство хочет исключить из рабочего времени государственные праздники. И это всего лишь начало деятельности нового правительства. С нашей стороны мы должны принимать меры, чтобы предотвратить ухудшение положения рабочих. То есть у вас сейчас очень непростая, конечно, ситуация. И вот насколько вы считаете, шансы у вас есть все-таки выиграть эту борьбу? Дело в том, что чем больше людей вступает в профсоюз, тем больше влияния мы получаем. Мы видим, что правительство уже отказалось от каких-то инициатив, которые они предлагали, потому что народ протестовал, и эти протесты были массовыми. И я хочу сказать, что чем больше людей поддерживает нас, тем больше наши возможности победить в этих вопросах, где мы не согласны. Я так понимаю, что вступать в профсоюз достаточно престижно, да? Думаю, что сейчас членство профсоюз становится все более престижным. Дело в том, что на последних парламентских выборах люди не боялись за свое будущее. Они были почему-то уверены, что профсоюзная организация все устроит, а им не обязательно в ней состоять. Теперь же, когда они видят, что правительство проводит свои инициативы, которые идут вразрез с интересами людей, все понимают и подключаются к работе профсоюзов, вступают в ряды профсоюзов. Вот когда наши соотечественники уезжают в Норвегию или русские, которые уезжают туда на работу, каким-то образом профсоюзы норвежские могут им в чем-то посодействовать, помочь? Могут они к вам обратиться? Когда ваши соотечественники приезжают в Норвегию для того, чтобы работать, то мы настоятельно рекомендуем им вступить в ряд профсоюзов, потому что тогда они приобретают всю полноту прав и всю полноту защиты с нашей стороны в трудовых отношениях. И я считаю, что нам надо проводить информационную работу среди русских, которые уже живут в Норвегии, разъяснять им всю важность того, что профсоюз очень важный общественный институт, и он может встать на их защиту. Я считаю, что российско-норвежские семинары, которые мы проводим, это очень хорошее начало в такой работе. Они могут рассказать людям о том, что профсоюзное движение есть не только в России, но и в других странах Европы. Вот такие семинары, вернемся именно к ним. Как вы считаете, есть что-то общее или много ли общего, мало ли общего между Россией и Норвегией, именно профсоюзными организациями? На семинаре, который мы провели, прошло много обсуждений, дискуссий, и в конце мы подвели итоги. Выяснилось, что изначально люди воспринимают Россию и Норвегию как очень разные, очень непохожие друг на друга страны. Тем не менее, у профсоюзов в наших странах работа складывается очень похожим образом. Перед нами стоят одинаковые вызовы, одинаковые проблемы, которые мы также пытаемся решить. Что касается отличий, я хотел бы отметить, что российские профсоюзы очень творчески, очень активно подходят к проведению различных акций и информационных компаний. Здесь, я полагаю, мы с норвежской стороны могли бы научиться ряду моментов у россиян. А как вы считаете, вообще в какую сторону нужно развиваться профсоюзам вообще во всем мире? В России, в Норвегии, в других странах? И куда пойдут профсоюзы? Какая перспектива у профсоюзного движения? Я считаю, что у профсоюзов очень светлое будущее. И дело в том, что рынок труда становится все более и более напряженным. Собственники предприятий очень озабочены получением выгоды, прибыли. И это, наоборот, обостряет ту роль, которая отводится нам в этой работе по защите прав работающих людей. Можно сказать, что в гонке за прибылью мы защищаем человека. Я хочу сказать, что мы 115 лет пытались достичь, добиться целого ряда благ, гарантий и привилегий для наших граждан Норвегии. А теперь мы видим, как быстрая ситуация может измениться, когда правительство в одночасье может предложить и принять ряд инициатив, поправок закона, которые отменяют эти блага. И чтобы их вернуть, потребуется очень много лет. Это делает нашу работу еще более важной. Кроме того, я считаю, что солидарность очень важна. И нам надо не только смотреть на ситуацию в своей стране, но еще и помогать нашим товарищам в других странах в Европе. Я поняла, что вы такой человек активный очень, ответственный, болеющий за дело. Все-таки вас лично что привлекает в этой профсоюзной деятельности? Почему вы ею занимаетесь? Я полагаю, что самым важным, самым приятным моментом в профсоюзной работе является ощущение того, что ты кому-то помог. Если мы видим молодых людей, которые испытывают проблемы давления работодателя, и нам удается разрешить их ситуацию, защитить их права, то нам от этого очень радостно. Мы видим, что мы помогли человеку и вывели его права на тот же уровень, что наши собственные права. Мы уравняли нас. И от этого нам делается очень хорошо. А трудно ли сегодня в Норвегии быть молодым? Это непростой вопрос. Я думаю, что если мы будем сравнивать норвежскую молодежь с молодежью Европы, то сразу выяснится, что норвежская молодежь живет гораздо лучше, чем другие европейские сверстники. Дело в том, что в Норвегии молодежи не так сложно получить работу, как другим европейцам. Уровень безработицы среди молодежи гораздо ниже. Как вы считаете, какие качества нужны профсоюзному деятелю, постановленному лидеру? Я так поняла, что правительство все-таки прислушивается к профсоюзам Норвегии. У нас в России как раз проблемы с тем, чтобы повлиять на власть, на чиновников, на правительство, на работодателя. В Норвегии мы практикуем так называемую норвежскую модель. То есть это проходящие периодические встречи между представителями организации работодателя, организацией работников и представителями правительства, на которой мы ведем диалог, пытаемся выяснить, какие потребности имеются, и если есть какая-то спорная ситуация, как ее разрешить наилучшим для всех способом. Однако в последний год, когда к власти пришло новое, более консервативное правительство, этот диалог идет не совсем так, как нам бы хотелось. И поэтому нам требуется большая активность, нам требуется дать определенный толчок, проводить акции, кампании и более настойчиво заявлять о своих требованиях. Спасибо большое за беседу. И два небольших вопроса, таких полуличных. Вы далеко не первый раз в Архангельске, да? Нет, впервые в Архангельске я побывал в 2006 или 2007 году. Меняется Архангельск? Что вас привлекает? Может, уже есть какие-то даже любимые места? Вы знаете, когда приезжаешь на семинары по работе, то в основном мы работаем в конференц-залах, проводим наши мероприятия, и не так много удается посмотреть. Но я хочу сказать, что в Малых Карелах нам очень нравится, это очень приятное место, очень уютная атмосфера, где можно много посмотреть и поработать. Ну и когда говорят об Архангельске, часто вспоминают историю деревянного зодчества. И когда нам доводится пожить в деревянных домиках возле Малых Карел, то нам, безусловно, очень приятно побывать в этой атмосфере. Вы должны понимать русский язык. У вас русская жена, насколько я знаю. Да, это верно. А почему Норвегии любят русских женщин? Это замечательные женщины, они очень приятные, очень дружелюбные. Да? Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы еще не раз приедете, потому что проблем, наверное, много общих у нас возникает. И всегда на какой ноте вы заканчиваете свои семинары? Результатом является повышение активности руководителей первичных профсоюзных организаций. На семинарах, которые мы проводим, участвуют, как и в этот раз, руководители первичных профсоюзных организаций из Норвегии и из России. И мы надеемся, что их активность, их желание работать для своих сотрудников повышается после этого семинара. И мы также планируем конкретные дальнейшие мероприятия на последующий период. Кроме того, важным результатом всех семинаров является установление личных контактов между участниками из разных стран. И они продолжают общаться в социальных сетях, хотя в языковом плане, может быть, не очень легко, но это, тем не менее, очень важно, когда российские, норвежские профсоюзные работники говорят друг с другом. Спасибо. Удачи. В гостях у программы «Такие дела» был Раймонд Альстант, секретарь по работе с молодежью губернии Нурлан. Равноправие работодателя работника, конечно, понятие весьма условное, но я процитирую всеобщую декларацию прав человека. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова